ПАНДАФИКС Но перед тем как начать, я хочу обратиться к очень умным комментаторам, которые писали под прошлым видосом, что я не знаю про гандбол, типа такой вид спорта оказывается есть. Вау, невероятно! Да, я немножко закликбейтил, но, чтобы вы понимали, как бы если бы я написал бы гандбол у меня на канале, вряд ли бы это зашло, потому что у меня футбольная тематика, поэтому пришлось немножко жульничать и написать, что это типа футбол смешно. Да, это выглядело крайне глупо, по крайней мере это кликбейт в пределах разумного, то есть я не спрыгнул там с сотого этажа, там не сломал ногу, там не купил самые дорогие бусы, которых не существует. Это кликбейт, в меру я называю, поэтому пацаны, все нормально, успокойтесь, я знаю, что такое гандбол. Но это не точно. Начнем, пожалуй, с кумиров, и вот да, ESports реализовали эту идею, я о ней думал уже, не знаю, там начиная с фишки 15, чтобы добавляли карточки разных эпох и времен, но фишка в том, что самая крутая карточка будет даваться только за СБЧ. Но вот в чем вопрос, будут ли эти карточки untradable? Терри Анри, рейтинг 93. Изначально, когда показали рейтинг 90 и карточку ЛВ, ух, сколько же бомбежки было, пацаны, это просто жесть. В итоге ESports вот такую вот фишечку добавили, я думаю, что это очень круто. Самая высокорейтинговая карточка за всю историю FIFA, Пеле 98. И вот у меня вопрос, играл ли Пеле на этот рейтинг 98? Я вышел в интернет с таким вопросом. Да вообще, на самом деле, сложно рассуждать на эту тему, так как это было совсем другое время, совсем другая игра, совсем другие защитники. И вот это вот раз за раз, вот этот вот спор идет, стоит ли давать такой рейтинг игроку, который играл только там, в основном, в бразильской лиге. А как считаете вы, заслуживает Пеле рейтинг 98? Пишите в комментариях. Рональдиньо 94, но я хочу именно карточку 91 над САМИ и поставить его на ФРВ. Ну и, конечно же, Лев Яшин. Когда у него была карточка 91, многие опять же бомбили, мол, даже у Нойера 92, а как такое возможно? Все такое, но теперь он получает карточку 94. Я думаю, в приоритете у многих российских игроков будет собрать именно эту карточку. Новое открытие паков. Вот именно вот таким вот образом будет выглядеть все это мероприятие. Начало, если честно, такое себе. Ну, слишком мультяшное, я считаю, но в целом выглядит все очень круто. Бля, вот этот вот выход просто охуенный. Вылетает, как самолетик, крутится, крутится и, блядь. Ну вот над этим реально постарались. То есть, выглядит реально интересно. Но мне интересно другое, будет ли зависание перед открытием паков. Вот прям не хотелось бы. Также нам показали трейлер, где показывают новые типы навесов. И, Аку, возрадуйся. То есть, выглядит это вот таким вот образом. Типа, можно наперед как-то вешать. Там, не знаю, защитники будут теперь сосать хуи. Нападающие будут вылетать со скоростью света. Ну, не знаю, чуваки. Честно, какое-то сомнительное мероприятие. Если это будет возвращение FIFA 14, ну, это будет реально грустно. Ну да, давай сейчас навес, блядь, игол. Также нам показали трейлер, где показывают новые движения. Вау, анимация. Теперь Роналду будет двигаться там чуть-чуть реалистичнее, чем обычно. И вот все в этом стиле. Новый дриблинг. Ну, вот это, короче, такая вот тема, знаете. Каждый раз, раз за разом, вот, из фифки фифку говорят, вот, новые движения, новые анимации. Ну, как-то не знаю. Я, если честно, вот, из того, что я увидел, ничего прям интересного не заметил, кроме вот этого вот момента. Вот видите, где Гризман дает вот так вот наперед, и, пробрасывая, бежит вперед. Вот это реально круто. А если это будет работать, то я буду счастлив. Но, зная FIFA, возможно, это будет работать, как всегда, через жопу. Также нам рассказали про новые стили игры. Типа, контроль меча новых, контратаки, быстрый пас, активный прессинг. И что это все, блядь, нахуй такое? Но, если будут навесы, то всем будет похуй на эти стили игры, и все будут бегать по флангам и вешать на каком-нибудь бинтеке. Ура, наконец-таки у меня вся работа. Ну и последний трейлер, который нам показали, это быстрые замены. Вот это вот реально полная хрень, чуваки. Типа, ты никогда не знаешь, с каким счетом ты будешь вести. 2-0 будешь вести, возможно, будешь 3-0 проигрывать, и делать замену определенную на какой-то определенной минуте. Извините за тавтологию. Ну, это глупость какая-то, честно. Лучше бы показали ролик, как вы классно чините сервера, но нахуй это нужно, если вы и так будете играть в это дерьмо. Поэтому ловите, теперь можно делать замены в любую минуту без вашего касания. То есть в начале матча говорите, Хаммис выходит на 60-й минуте, и он выходит. Как же это круто, и спорт, спасибо! Мы так все этого ждали. И если этот видос наберет 30 тысяч лайков, пацаны, то нихуя не произойдет. Так что обязательно влепи лайк, если ты хочешь, чтобы нихуя не произошло. С вами был я, FandemFix, всех люблю, всего обнимаю, всем хорошего настроения. Покедо.